вопрос следующего характера патологическое отделение больницы почему закрыто и давно закрыто как будет решаться данный вопрос и я еще раз хочу вам напомнить следующее что на сегодняшний день больница нашего города она относится к страховой медицине которая сегодня принимает и регламентирует работу данных заведений по своему внутреннему распорядку я как примар города да я сегодня созвонился с главным врачом нашей больницы который да действительно мне заверил что данное патологическое отделение она сегодня не работает и не работает уже долгое время связи с тем что сегодня у нас мало пациентов в данном отделении и эти пациенты направляются больницы города кагула по необходимости и больницы города кишинек да конечно я понимаю что это производит какую-то производит какую-то некомфортность для вас но на самом деле это так и мы должны это принять во внимание что на сегодняшний день очень мало пациентов которые обращаются патологическое отделение нашей больницы значит следующий вопрос миша чатри из генжили сказал работе бульдозера на мусоросвалке который было площадь примарии в районе трех тысяч лей за день вы знаете уважаемые жители я скажу так что я привык сегодня общаться с умными людьми вы понимаете что когда человек общается с умными людьми он практически развивает свой кругозор общения и это идет ему на пользу я знаю чем сейчас вы подумали но поверьте что я этого не говорил об этом подумали вы кем является михаил без генжили но на сегодняшний день наша городская мусоросвалка наша городская мусоросвалка за за последнее время за последнее время была обслужена я кстати специально попросил данные данные цифры что наша городская мусоросвалка за последний за 2013 год обслуживалась в районе 20 21 тысяча лей и более за 2014 год 25 тысяч лей и более и с юля месяца с юля месяца когда я приступил к обязанностям своим как примар города мы потратили 9 тысяч лет это о чем говорит это говорит о том что нами сегодня было потрачено почти в три раза меньше день денежных средств чем было потрачено до нас советник здесь не жили не хочет эти цифры получить пожалуйста если вы хотите вы придите мы вам их вручим мы вам их вручим но но на на сегодняшний день наша городская мусоросвалка находится в ужасном состоянии почему потому что те объемы мусора которые сегодня вывозятся они с каждым днем с каждым днем увеличиваются и когда они увеличиваются у нас непосредственно возникает такая необходимость их производить обволакивание этого мусора и когда я приступил к выполнению своих обязанностей как примар естественно начальником пужика тогда был тода тода дмитрий георгиевич он мне сам посоветовал что если мы сегодня будем занимать то есть заключать договор со специальной техникам со специальной техникой с как его государственным предприятием друмур или же со спиранса то мы будем платить на порядок дороже потому что сегодня работа специальной техники оценивается по часам по часам камаз стоит в районе 540 лей за один час работы грейдер строит стоит сегодня в районе 407 480 лей за один час работы мы же на сегодняшний день по предложению господина тодорова наняли частный трактор с которым был заключен договор в районе 300 лей за час это о чем говорит это говорит о том что мы постарались сэкономить денежные средства поэтому те 300 лей которые были были облочены трактору а он начинал свою работу с 8 утра и работал до 6 до 7 а иногда и до 8 часов вечера для того чтобы разгрузить нашу городскую мусоросвалку и вот такая сумма нет пришла к оплате или что или мы должны были заказать специальную технику через друмур или через там спиранцу и оплачивать по 580 а то и а то и по 400 с чем-то лей за один час работы в конечном итоге эта сумма бы составляла в три раза больше уважаемый господин здесь бежали прежде чем что-то сказать я вам еще раз говорю я привык общаться с умными людьми прежде чем что-то сказать пожалуйста мои двери открыты двери главного бухгалтера открыт вы можете позвонить узнать узнать конкретно что было заказано по какой цене и для чего это было сделано но не лишь бы сказать но не лишь бы сказать почему потому что я сегодня не пользуюсь кухонной политикой кстати здесь в том же вопросе было указано что вопрос обсуждался бурно на в каком-то из баров города еще раз повторяю я не занимаюсь кухонной политикой это не в моем стиле заниматься кухонной политикой пожалуйста я сегодня государственный чиновник который сегодня должен стоять на интересах жителей нашего города но не обсуждать каких-то барах если даже меня куда-то приглашают то есть в этом месте есть определенные дела которые можно обсуждать и которые нельзя а все остальные дела обсуждается в кабинетах или при наличии какие-то как говорится функционеров которые отвечают за ту или иную деятельность в нашем городе а сидеть в баре и обсуждать кто что по какой цене рассчитался это не моих правил и вам тоже господин диск жители я вам советую не обсуждать такие вещи если вы сегодня являетесь советником городского совета пожалуйста обсуждайте это вон есть главный бухгалтер обсуждайте эти все темы у нее или у меня в кабинете следующий вопрос что можете сказать о том что господин тютин александр заявился пьяным в зал публичных слушаний и оскорбил депутата парламента вы знаете я может быть и сегодня как говорится являясь более как-то лояльным человеком но не в моем стиле сегодня обсуждать поведение тех или иных граждан пускай каждый человек сегодня дает оценку своим действиям да был такой случай когда были публичные слушания заявился человек и публично как говорится в нецензурной брани оскорбил депутата парламента я думаю что этих граждан нашего города это явление не красит не красит я таких действий не выполнял поэтому пускай каждый отвечает за свои действия сам следующий вопрос Николай Ильич мы против вас ничего не имеем но обратите внимание на ценовую политику ваших лекарств продаваемых ваших аптеках мы желаем покупать лекарства по более доступной цене я уже отвечал на этот вопрос не хочу затрагивать дважды трижды одну и ту же тему но заметьте пожалуйста что сегодня я как примар я стал на защиту простого населения нашего города почему потому что сегодня как вы и замечали что богатый бедного не поймет и богатый может себе позволить многое а не бедные слои населения сегодня обязаны и вынуждены покупать те лекарства которые им сегодня преподносит той или иной экономический агент поэтому я думаю что мы с вами сегодня предложим максимум усилий для того что в нашем городе была конкуренция а только здоровая конкуренция может позволить вам покупать и лекарства по доступной цене и все остальные виды товаров я еще раз подчеркну что сегодня у нас и на базаре и в городе находится очень много экономических агентов которые ведут свою торговую деятельность но однако никто друг на друга не обижался все торговали и конкурировали своими ценами поэтому я считаю что сегодня и моя официальная позиция что сегодня должны быть в нашем городе аптеки всех компаний которые сегодня представлены на территории республики молдова чтобы каждый из них мог предложить свои нашим горожанам свои услуги и только эти доступные цены и только эти доступные цены могут быть приемлемы при покупке лекарств следующие вопросы следующие вопросы добрый день я живу в конце улицы толбухина возле моего дома образовалась мусоросвалка меня интересует сколько это может продолжаться вы могли бы чем-то помочь хорошо я дам соответствующее указание в понедельник на пленарном заседании нашему специалисту по жилищно-коммунальным услугам населению это Дмитрий Иванович Туфар который разберется в вашем вопросе естественно он должен будет выехать туда изучить ваш вопрос и только после этого мы сможем дать вам объективный ответ спасибо Продолжение следует...